Так, 10 июня, шестой день голодания. Эдуард сообщает, в 0 часов 30 минут тянущая боль в большом пальце правой стопы, затем всей стопы, плюс тянущий дискомфорт в пальцах левой стопы, потом и всему телу, длилась около полутора часов. То есть, видите, вроде и ноги стали нормальными, люди и всё. А вот какие-то там остаточные явления, которые должны уйти. Не так-то всё просто. Болезнь можно просто притаиться, особенно если это паразитическая болезнь. Она вот, как бы сказать, отбросит тут вам, покажет, что вроде как ушла, а на самом деле затаится, а потом опять возьмёт своё. Так, выпил урины в среднюю часть, около 150 грамм. На вкус слегка кисленькая, приятная. И дальше пошло что-то такое. Что он там делает? Вес 67, 900 грамм, минус 300 грамм за ночь. Это нормально. Что вот к этому времени, как правило, шестой день, там седьмой, изо рта и подмышками стало, кажется, немного вонять. Язык будто в оскомине. Сил становится всё меньше, голова ясная. Это хорошо. Голова должна быть ясная, чтобы вы понимали, что делать. А для этого надо делать клизмы. Значит, помогать себе контрастными водными процедурами, для того, чтобы была энергия. То есть мы очищаемся и насыщаем энергией. Что такое вот эта вот вонь? Из-под мышек вонь и вообще тело. Это говорит о том, что начинается на клеточном уровне во всём организме вот это всё отходить потихонечку. То есть создаются условия, которые нам показывают, что начинается отторжение всего вот такого, знаете, вот ненужного, вредного, лишнего, патогенного. Это, как правило, выражается в том, что от человека начинает вонять. Клизму сделал 15-40, 2 литра воды плюс 2 столовые ложки соли. Вышло, как обычно, много чёрных сгустков и водоросли толстые, приблизительно 25 сантиметров. Кроме них было 4 медузы стекловидного цвета.